И снова здравствуйте. Сегодня я хочу показать и рассказать как я делаю такой овощной салат для какариков. Птица такая с заездами и то что пишут в интернете что легкое содержание, легкое в разведении. Все это фигня. Я занимаюсь ими года четыре и не все так просто. Если не кормить овощами, то птица очень трудно линяет. Может лысые полгода ходить и год. Во-первых, надо пропаивать витаминами хотя бы раз в месяц. Надо пропаивать разной химией, потому что от внутренних разных бактерий, брызгителей, наружным брызгать. Она себя ведет как поросенок в вольере. Что копается в чем-то, все разбивает, все разламывает. В смысле не волей разламывает, а такое там насыпешь песка, все это раскидай. Еду насыпай, все разребет. Много надо конечно вот этого давать овощей. Каждый день тру, каждый день даю, как в ресторане. Вот примерно. Сегодня кто-то любит кабачки. В начале сезона кабачки были 30 рублей, скажем 40. Сейчас вот ехал, взял по 3 рубля. Такие кабачки. Их там по деревням выставляют целыми тачками. Очень любит кабачки. Да и вся птица любит кабачки. Для той птицы, как розела, ожереловые, квакеры я режу, потому что эта птица берет лапами корм, а таким как кокарики и карелла, волнистики, и неразлучникам тоже кольцами режу. Примерно вот такими кольцами режу, все съедают. Но какариком надо тереть. Секлы немножко. Ничего я не выдавливаю ни какой слог. Секлу очень у меня любят волничики. Вот так примерно, как обычно. Ну и морковочки. Все естественно на глаз. Кабачков больше всего. Вот такая вот фигурка получилась. Вот такая вот фигурка получилась. Это все съедят. Неразлучники. Что не дай, им пофиг. Яблоки падают туда, в деревню. Персики. Ну персики лучше всего ожереловые едят они. Ну и как в ресторане. Та посуда, которая отдыхающим уже не идет, я идет вот так на одну пару. Вот такая вот получилась. И содержание тоже они. И пойдет пару. Хоть ты убей. Тянешь другую самку, тут же ее покрывает, тут же ее кормит. А другая самка не нравится ему. Будет сидеть. Она и просится, и его хвост задержает, и пищит, и крестит. А он сделает вид, что ее нету. Валерий. Ну так вот они в разведении. А угадаю в пару, все будет себе внести их. А готовики хорошо берут, лучше чем корел во много раз. Если никто не хочет с ними долбиться такими какариками. У меня 4 пара сейчас. Ну так держу 5-6 пар больше не держу, потому что сгадал будет они. Что ведутся, то не ведутся. Ниже хитрости много, но держать можно, но лучше, конечно. У нас затраха немного. А так птица спокойная, не крикливая, не вольер не объедает. Для домашнего содержания вообще отличная птица. Такая. Быстро приручается, и с рук берет. Вот это надо каждый день, и в большом количестве. Хорошо так. Вот у меня самка одна сидит, я уже показывал разделами с литиновыми. Брал ее на выставке в Нижегорске. Где-то в марте, в конце марта была выставка. Спросил у продавца, ну вижу, что 5 самок, все с одного вывода, молодые. Там еще в ноябрьские туда-сюда, но это дорожки в мае. Так, тихо! В мае посадил, она яйца снесла и чуть не сдохла. Походу она была месяца 2 или 3. Потому что испортил самку. Вот потом залиняла сильно. Месяц вообще себе не голая ходила. Пою, пропаил, вот сейчас сидит. Отойдет, посадил самку. Хотя кокарики, они, ну, 3-4 месяца они уже согревают. Можно садить, но, естественно, не нужно. Лучше, как положено, в год и садить. Разъел 2 года. Карел, полтора хотя бы. Неразлучники сами в год и садут. Основная масса будет пустые яйца нести и все. Хотя бы полтора года тоже. Этого нюанса много. Не знаю, была мысль кокарику вывезти в этом году. Не думаю, что оставлю. Ладно, где-то 3 и так. Для себя. Чтоб скучной зимы не было. Хорошо-то как-то так. Мусора от них много. В вольере. Потому что вольер каждый день не убирается. Поэтому свинячек потихоньку. Ну, а так птичка хорошая. Красивая. У меня и желтые пары есть, и зеленые пары. А ликвых в этом году почему-то не получилось. Обычно у меня ликвых много. У них что-то есть. Ни день не купил, а своих раздал. Ну, пока и все. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.